И продолжаем тему азиатской доты в рамках HG New Bloom. С вами Толл, команда XS и Extreme Gaming начинают свое сражение. Это будет Best of 3 матч, то есть до двух побед. И, соответственно, обе команды идут со счетом 3-1. То есть три победы, одно поражение. Обе команды проиграли команду Phoenix, которая сейчас находится на первой строчке со счетом 4-0. Но, на самом деле, оба коллективы играли достойно. Поэтому их противостояние я, наверное, ждал более чем любого другого. Что касается личных фаворитов в данном матче для меня. То мне довольно сложно сказать. Сейчас повспоминаю, с кем там кто играл. Так-так-так. Extreme. Ну, в Extreme были соперники поинтереснее, нежели у XS. Так-то, если подумать. И у Extreme проигранных карт меньше. Все, это все, что я могу сказать. Ну, да ладно. Extreme. Начали свой распык с Марса и Shadow Shaman. Ответили ему Oracle и Tide Hunter. Получается, оба сквада взяли себе... Третью-четвертую позицию. Третью-пятую, скорее, позицию. Тут же далее продолжают Extreme Gaming, Elder Titan'ом и Гирокоптером. Которого мы видим не так часто. Хотя, на самом деле, он никогда не переставал быть столь же опасным, сколь раньше. Скорее, соперники начали быть более опасными. В Reis King и Dark Willow появляются в ответ. Осталось 5 секунд. Ну... На файту Extreme Gaming потенциал очень серьезный. Под Order Titan'ом, под Марсом, под Гирокоптером. Ну, Shadow Shaman там, если что, шеклами да... Иксами поддержит, кого надо. Ну, а с другой стороны, здесь есть Tide Hunter. Здесь есть тяжелоубиваемый в Reis King, а под Гирокоптером и вовсе неубиваемый. Ну и плюс Dark Willow тоже персонаж, который в каком-то плотном сражении может очень много импакта вносить, потому что кулдауны не такие уж и высокие. Очередь сил тьмы запрещает... Убираю под конец Reiser и Templar Assassin, минус... Или Шрак, плюс... Ну, не знаю, там... Инвокера тоже частенько против Extreme убирают. И тоже, кстати говоря, на файт пригодился бы, но тут тоже зависит от того, кого сами в мид будут ставить XS. Ну и практически 2 минуты дополнительного времени у команды XS есть. Extreme тоже владает небольшим пулом, но все-таки дополнительного времени. И минутку можно будет обдумать. И так. Но XS плотно, призадумались. Кого забанить? Очень много разных вариантов. На самом деле и без того много потенциальных мидеров находятся в бане. Monkey King, ДП, Шторм, Лешрак, Линна... Templar Assassin, Void Spirit, Razor. Морфа реже, но все-таки зачтем, да? Пак. Штук 10 их в бане находится. Потенциальных мидеров. Осталось 5 секунд. Ну и еще будет полторы минуты у команды XS для того, чтобы обдумать вас пик. Очередь сил тьмы выбирать героя. СФ. Вот такой вот простой выбор у команды Extreme Gaming. Так-то, знаете, такой стандартный неплохой сетап у Extreme Gaming. Более-менее жесткий персонаж. По крайней мере, с большим количеством урона. На передовой Марс, Ладор Титан, ему там будет помогать. Чуть позже. Гирокоптер тоже станет поплотнее. Там, возможно, с каким-нибудь Сатаником может на передовой стоять под БКБ разваливать под флеком. Это все в теории. Если все будет хорошо. Команда. XS, интересно, через что будет отыгрыш. Потому что персонажи такие относительно пассивные. В драке по перемещениям довольно медленные. То есть Тед Хантер мало, вероятно, будет собирать быстро блинк. То есть это поначалу будут какие-то стартовые артефакты. Ну вот, намного более мобильный персонаж. Queen of Pain, да и в миде против SF тоже постоять. Будет на ней интересно. Отдаю свой голос команде Xtreme. Но в целом пик команды XS выглядит тоже довольно многообещающе. Тут есть, как минимум, два вида фира. Третий у SF в ответ. Тоже забавно. Просто, мне кажется, чуть проще, да, вот в реализации у Xtreme Gaming Peak. С другой стороны, квапу здесь будет поймать непросто. Если не Shadow Shaman, то кто? Контроля нет в Xtreme Gaming для того, чтобы Queen of Pain ловить. Стомп точно не считаем. А ракетку точно не считаем. Остается копье щит Марса. Но вы сами понимаете прекрасно, насколько это ненадежный вид контроля. Попасть им не всегда просто. То есть нужно, чтобы, допустим, Shadow Shaman в шеку поймал квапу. Марс раскрутил копье. Кинул его. Пригвоздили. Потом еще Хекс. Потому что сбрить за два вида контроля вы просто ее не успеете. Все это время рядом с вами будет бегать в Race King. Жечь вас Радианцем. Вы будете промахиваться и все у вас будет плохо. Ну, поехали. Middle SF. Easy Line. Гирокоптер. На топе будет стоять Марс. Помогать ему будет, скорее всего, Каркур. Ну и Линзи. Вероятнее всего, на нижнюю линию в итоге отправятся. А тут вот так вот плотничком идут Эксэс. Хотят, видимо, найти соперника на раннем тайминге. Заходит на вражеский треугольник. И уже обходят оппонентов. Линзи. Goodbye. Аквапи оставь, оставь, оставь Квапи. Все, нормально. Димон знал, то есть они специально не били, чтобы Аквапи достался фраг. Плюс в чат, если руки всегда чешутся добить его, и ты думаешь, ну, 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 да ладно, может уйдет, но кто его знает. Я на всякий случай добью, так, чтобы вернее было. Битва начинается. Так, и что там по рунам? А, Марс тоже подставился. Ой, кек. Уф. Вроде как, Станга должен выживать. Да. Ну, за Марса стало страшно. Так, что там по рунам-то получается? Гирокоптер и Оракол. Плюс Хантер и Мираска. Ага, то есть три все-таки забрали Эксэс, плюс еще Ферстблат. Так, вообще отлично. Центральная линия противостояния Эсэфа и Квапы, напоминаю. Интересно будет посмотреть за его развитием. Потому что Димон-то точно, в целом, лайнер достойный. Понятно, что, я не говорю, что тир-1 уровня и все такое. Но достойный. В рамках данного дивизиона стоит крепко. А вот насчет мидера команды Экстрим, я вот точно не припоминаю. Дарли больно. Дарли тут действительно сильно пробили. Ну, вот и Марс тоже досталось у него. В отличие от соперников Фласки-то нет. Линзи подстакал себе урона. Ну, пошел разбивать лица сопернику. Правда, во все кусты встрел. Ну, пару раз тэплером ударить он успел. А Шадоу Шаман тем временем погибает на топе. Линзи тоже не уходящий. Хотел топнуть перед смертью, но сделать этого ему не позволили. Марс. Еще один удар. Все. Даблкил от Слодаута. Слодаут, кстати, тот еще фидер. Вспомните мои Слода чуть позже. По крипам 11 на 4 пока идет СФ. 11 душ уже имеется. Ну, и там тучковаться с демоном можно себе позволить. Демон, в свою очередь, 6 на 3 пока что. На подразиву уж точно лучше не подставляться. Че, вот подставился, походу. Так, там гиру чуть-чуть больно. Продолжаются сражения. На нижней линии. Так, хорошая брома у мейс. Гирокоптеры пытаются зарубить. Видите, он вроде как размансил имя кустов. Линдзи с томпом отступил. Ай да ладно, он все равно вернулся и подставился, правда? Линдзи пытается отомстить, но он разве что может просто постучать по соперникам. Забрать здесь никого не получится точно. Демон постоянно тратит деньги на пласки, на салвы, восстанавливая хп с ботом уже давно. Стоит Shadowfin, плюс у него еще своя салва есть дополнительная. Четвертая минута пошел помочь руну, законтролить каркур. И на нижней руне иллюзии забрал Элдор Титан. Райс никак не мог воспрепятствовать этому. Айсафа немного подразмял демон. Но, как я уже говорил, у того есть еще хил. Съел последний тангус, выпал последнюю салву. Ну, а дальше уже от ботла можно будет поиграть. Тем более, что пятая минута на носу. Далековато играть, конечно, бежать за баунти руной. Но, если линия запушится, можно, в принципе, это и сделать. Дать там два рейза, быстренько забрать крипов, запушить лайн, сбегать за рункой. Ну, вот этот весь эмоцион. Обмен любезностями в центре карты. Больно уже, бьет Shadow Strike. Третий левел все-таки. И уходит Эсэф действительно за руной богатства. Тем временем, минус Мирайска на нижней линии. На верхней линии продолжаются щемления. Марс, конечно, тяжелее пробивает, а играет он без щита. Поэтому тут его... Поворот ее модельки не имеет большого значения. На Эсэфа, видимо, как-то хотел выйти, Райс. Ну, Эсэф не подставится. Приходит убивать кентавров. И с соу-рингом уже Тайтхантер. Кстати говоря, Флэг уже прям довольно быстро взял гирокоптер. Для того, чтобы впармить быстрее. Но очень больно ему делает сейчас Мирэска. Вместе с Тайтхантером. Прям подразмяли-то гирокоптера. Капитально. Лонг-Джи. Отступает. Нет маны. Для того, чтобы что-нибудь прожать. Пытался как-то через Флэг. Лонг-Джи добивать. Гирыч. Но в итоге был убит. Самой квопой, которая пришла сюда с телепорта. Стомп от Линзи. У Райза убить не получится. А сам он погибнет стопроцентно. Раскрутили тут по шалшаману. Минус пол хп. Стан сверху. Скелеты бьют. Каркур. Мол не едал. Дальше. Будет погибать. Вот так вот. Воткнул просто в соперника меч. Прямо в голову его разбил. СФ пока. В ближайшее время только ПТ появится. Здесь та же самая ситуация по сути у Димона. По нетворцам не такое очень сильное отставание. Оно есть. Оно в принципе ощутимо. Но это не то чтобы прям супер критично. Дарли увел за собой крипов, чтобы можно было безопасно, спокойно, подвышки добивать. И действительно, никаким образом не горюй. Попытка побыстрее забрать крипцов от гирокоптера. На него втроем выходят просто. И... На крайнем случае есть ровага. То есть если дело запахнет жареным, сюда пойдут какие-то телепорты массовые. Они спокойно его забрали. И так же спокойно отступят. Нижнюю башню сил света... Полетел стан Марса. За ним полетели так же скелеты. Тут, кстати говоря, посмотрите. Каркур щемится по лесам. Привет. А ты чего это тут делаешь? Айди-ка сюда. Нашли. Лонг-Джи. Хорошая работа. 10 на 1 счет. Стартовые фраги не решают так много... В плане денег. Они решают больше, конечно, в плане... Инициативы по карте. В плане доминации. В плане бывших снесенных. То есть вы убили двоих. Снесли тавр. Круто. Но там до 15 минуты редко тавра так... Массово падают. Пока что все на месте. Не тот пик немного, чтобы тавра так быстро снесить. Хотя вот в предыдущей игре на 6 минуте тавр снесли. Центральную башню сил света атакуют. Но там как раз были и минус 2. И Фурион прилетел с пинками. Нижнюю башню сил света атакуют. Нижнюю башню постепенно разминает команда Эксесс. А в ответ Экстрим выходит на верхнюю. Верхнюю башню сил темно атакуют. Фортуна прилимничена. Нижнюю башню сил света атакуют. Нет толком артефактов на урон. Поэтому тавра падают очень долго и медленно. Тут тем более бьют солдат с лунг-джи. Но это действительно займет определенное время. В смоках тут же выходит команда Эксесс. Дарли видимо с ними не пойдет. Но и рассчитан на то, что телепорт. Если что будут на авампост, на тавр. Но начинает этот замес вдвоем раз с демоном. Так, летит. Тайпхантер дает рэвид. Шикарный сюда же. Ой, какой прокаст. Ой, как вольно команде Экстрим. Минус два. Минус три. А где гира? Минус четыре. Ну просто вот сравните эту игру. Как парни сейчас сыграли четвером. Пока ВК фармил. И прошлую игру, где пацаны вот так вот, как сейчас Тайд прилетел. Прилетает Тайдхантер, дает равагу, умирает. Через три секунды заходит Дарквилл, дает кусты, умирает. Нет, здесь все было сделано. Вместе. И вот благодаря Инвизу успел уйти ССФ. И вновь продолжают за верхнюю вышку сражаться команда Экстрим. Но теперь-то они без ультов. Теперь они ничем нам не угрожают. Так что можно и вышку забрать. Урна тапок от Дарквилл, грыжный стик. Солд-аут. С Транквиллами и грыжным стиком. Противника у саппортов ситуация чуть похуже, денег чуть поменьше. Скан от команды Экстрим. Но в скан никто не наступил, насколько я видел. 2.14. Ну и Димон уже на первой строчке по натворцу. Если помните, он отставал и был четвертым. Баунтий! Баунтий! Который под прикрытием Райза тут находится. Стоп. Подтайду. Но вышка падает. Плюс деньги. И Смук! Тут же пошел от команды Эксесс. Два саппорта в Смаках ищут какого-нибудь противника на нижней линии. Но здесь нет никого. Самый вероятный соперник уже отсюда ушел. Телепортируется просто. Гирокоптер собирает себе молнии. Дальше будет БКБ. БКБ также собирает себе ЕСФ. Первым же артефактами. Клопа. Ну, стандартный орфид. ВК уже скоро должен быть с... Рейдинсом. У него агрыжный стик. У него глаз оф хейст. У него фейсбутс. И только после этого Рейдинс. Тут Марс остался. У Марса пока денег маловато. 4 700 на Творса. Дальше будет Блинк, видимо. Уже после этого будут какие-то... Более-менее... Объясняющие нам его дальнейшую модель поведения артефакты. В Смаках прогуливается также команда Эксесс. Ищет противника. Линдзи поставил сентри. Чтобы убедиться, что у соперника здесь нет вижена. Вы посмотрите. Как хорошо стоит вард. Попадает не под один сентри. Соответственно... Использовать его можно будет в благих целях чуть позже. Пойти за гангом того же Эсэфа, да? Которого видели на этом варде. Знаю, что сейчас перетягивается он силы тьмы. Использует сканирование. Соответственно, понимает Эксесс. Сейчас плюс-минус нахождение соперника. И нападение на Эсэфа. Этот ганг очень долго строился. Действительно, здесь минуту, наверное, его соображала команда Эксесс. И они своего добились. 6К преимущество. Ну вот уже практически Radiance. Одной ногой в Radiance, можно сказать. Race King находится. Каркур находится в непосредственной близости от Long-G. Правда, вместе с Марсом вдвоем они его не смогут убить. Скорее всего. Он еще и с фейзами. Нет, он с арканами. Оп, забрала ДД. И улетела с ДТП. Ого, с блинка. Юл скоро у Райза. 30 монет осталось. Так, а там нападение на Шадоу Шамана. Уходит отсюда Марс. Понимаю, что Шадоу Шамана спасать себе дороже будет. И Орчет уже реализован. При этом, кстати, ДД есть у Квапы. Можно Т1 Тавр спилить. Не то, чтобы даже подразмять. А действительно его успеть уничтожить. ДД пока не прожимает Квапа. Выбили портификацию. Тут на центр пошли ТПшки. Нападение, потому что идет на Гирокоптера. Гирокоптера очень хотелось бы убить. Фьюр пошел. И Гирокоптер не убежал. Догорел. Просто-напросто от Рейдианса. Тут же забрали еще и Марса, Линкзи. Есть ли чем подцепить? Нет, нечем. Но двух главных коров за последние пару минут уже убили. Эксесс. Счет 18 на 2. 8К преимущество на 18-й минуте. И все идет сейчас в пользу команде Эксесс. Убили Рошана. Квапе достается Эггис. У Рейскинга есть свой. Да и тем более он занят фармом в ближайшее время. Квапата активно перемещается и постоянно участвует в каких-то замесах. Наводит суету, так скажем, на карте. Философский Камень. Очень приятное приобретение для команды Эксесс. Высунули пока вот только его команды. Ну и Вембрейс выпал также для Экстрим. А вот они все, полетели. Рейс вновь в засаде. И в лесах. Ждет, что кто-то из соперников подставится. Линкзи ставит вард. Поднял его Рейс. Мраммл Мейс. Ну и Линкзи уже не уйдет. Заряды в урну. Плюс карма для Квапы. 7-0-4. Димон. Говорил я, что он качественный лайнер. Но вот сейчас у Наполиния, в принципе, качественно перемещается. Еще и нашли Сэфа. Который выбил реинкарнацию из оппонента. Да ладно. Выбил реинкарнацию, но во что-то продлить это не удалось. БКБ еще потратил. Нападение пошло на Брейс Кинга. Полтора минуты до реинкарнации. Убить его здесь должно успеть. Приходит Феечка, но... А, нет, стоп. Это приходит Квапа. Это уже другого разряда Феечка. Ее попробую остановить. Теперь есть ульт. Он не нашел просто соперника. Вынужден был поражать БКБ для того, чтобы уйти от духа. Каркур погибает. Ну, БКБ реализовано хотя бы... БКБ плюс ультимейт реализовано хотя бы в минус. По Шадоу Шаману. Тут еще и Линдзи ищут. А, как говорится, кто ищет, тот найдет. Вот он, Тайт Хантер. Говорил я о том, что блинка не будет первое время. Потому что собирает он Меканзом, Аркембудс, там, Пайп. Все это помогает команде. Все это помогает выживать ему в сражении. И повышает вот эту его... Пуля непробиваемость. Хорош с Томп по двоим. Ну, а Райс продолжал преследование гирокоптера, который зарылся в леса. Так, нашли его через Фирт. Он зашел в Брамл Мейст. И в итоге его выцепили. И в соло, без каких-либо саппортов... Без каких-либо керри. Одни саппорты разбираются с главным керри команды X3. Да, XS постепенно начинают эту игру превращать в... Ну, просто игру, которую мы досматриваем с вами. Никого не получается уже убивать. Сейчас просто вот откроем. Вот где-то в минуте на шестой убили Дарквилл. Потом убили Тейдхантера. И вот недавно убили Врейс Кинга. Все. Верхнюю башню сил света атакует. И разбивает СТ2 вышка. А Эгис. Все еще у Клопы. Ультимейт вот-вот будет. Верхнего Тавара нет. Осталось только нижний Т2. И вот рисует план сейчас. Судя по всему, Клопа. Ну, по крайней мере, Димон является в команде таким вот направляющим, управляющим. Говорит, ребят, вот по этому Вектору движемся. Бьем все, что движется навстречу. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Марсу летает. Пытались тут выцепить Линдзи, видимо. Борьба вардов продолжается. Хороший вардик ставит на кемп Оракол. Ну, как минимум, помогает сориентироваться, обходит ли вас соперник. Так. А это куда? Это выезжают? Да неужели на Марс? Там герокоптеры тем временем лишают жизни в очередной раз. Райс разбирается с ним при помощи Врейс Кинга. И нападение на Линдзи. Сбивается телепорт. Линдзи топнуть не успел. Повесили на него Сайленс. Очень быстро забрали. Все. А в этот момент, чем занимается Тайдхантер? Разбирает вышку на нижней линии. Причем довольно быстро. ХП просто улетают. Можно продолжать дальше бить Тавр. Ему уже не помешает. Даже можно умереть. Так, черт с ним. Главное Тавр донести. Раз уж ты здесь остался умирать, то уж умирай, как красавчик. Втроем его убили. Ультимейт вынужден потратить был Марс. Как и Шадоу Шаман. Не знаю, в чем смысл этой арены был сейчас. Демон залетает. Так, СФ. Но у него есть БКБ, поэтому Демон тут не стал слишком наглеть. СФ пошел, развернулся. Я понимаю, что, опять же, БКБ можно прожать и под Сатаником попытаться отъесться. Скопилась команда Экстрим, поражала Смоук. И пойдут воевать. Феечка стоит тут в качестве Варда. Правда, ее на этом могут и поймать. На треугольник поднимаются. Дарли. Да ладно, Дарли залетает в Марса. Дает стан сюда же. Соник Вейв. Ну а подмога какая-то будет. Гирокоптер раскастовался, но как-то урона пока не хватает. Забрали в Рейс Кинга первый раз. Квапы нет больше Эгиса, поэтому здесь рисковать лишний раз тоже не стоит. Дарли прожимает Блэк Кинг Бар и начинает вгрызаться в Гирокоптера. Гирокоптеру очень больно. Его забрали. Скоро закончится БКБ у СФ. И с ним тоже можно будет разбираться. Дарли постарается отойти. Он наступает. Пока в безопасность. Забрали и СФ, а падает Марс. Без коров осталась команда Экстрим. Без единого кора они остались. Забрали только одну жизнь в Рейс Кинга. 2000 ф плюс для себя. Забрали Экс С у соперника. Наубивали на 770 долларов и ГГ. Победа Экс С чистая, беспроблемная. Практически Флоулес Виктори. Очень уверена. 0 на 4 Марс, 3 на 8 Гирокоптер, 0 на 3 СФ. Ну вот они. 4 кила команды Экстрим Гейминг. Ну и по нулю смертей. По крайней мере 0 к ВП. И это уже серьезно. Всегда на передовой была. 20 тысяч урона. В общем тут все было очевидно. Действительно очень качественно. Отыграли на линиях и после линий Экс С. Вот он результат. Никак не могли в драках себя проявить. Экстрим Гейминг. Не хватало мощи. Даже при том, что первым артефактом СФ собирал именно БКБ. Для того, чтобы суметь драться на раннем тайминге. Да и у Гирокоптера этот Блокинг Бар был. Но они не могли переживать весь тот урон, который в них вливали соперники. Друзья, это будет короткая пауза. Буквально 5-10 минут. И мы вернемся со второй картой. Между Экстрим Гейминг и командой Экс С. Между Экстрим Гейминг и командой Экс С.